В реконструкции античного якоря использованы настоящие свинцовые детали, которым около 2000 лет. Их нашли в окрестностях города-курорта. Еще две обнаружили совсем недавно в районе Высокого берега. Андрей Шапочкин занимается дайвингом около пяти лет. Работает энергетиком, но в Анапе жили дед и прадед. Отсюда и тяга к морю. Исторические находки – это всегда сюрприз, тем более такие уникальные. Увидели шток, кусок штока, из ила выглядывал. То есть вообще случайно даже. Все забуили, поплыли дальше. На обратном пути нашли с другой стороны еще другие части. Мне нравится сам поиск этих вещей. И потом дальнейшая судьба – узнавать, откуда, что за предметы, как они попали сюда, в результате каких событий, в какие времена. Эти дайверы сотрудничают с учеными достаточно давно. Действовали по методике. Выставили буй, место сфотографировали. Важен не только предмет, но и то, где он был найден – окружение. Точно сегодня не скажет никто, но вероятно, что детали якорей нашли в районе, где корабли вставали на рейд сотни лет подряд. Теперь находки – часть экспозиции, которая открылась на территории музея Горгипия. Ее посвятили 60-летию подводной археологии на месте, где в античные времена находились греческие колонии, а затем Боспортское царство. Этот кувшин привезли ученые, которые осматривали район будущего газопровода в Южный поток. Откуда он взялся в чистом море – загадка. Как вариант, просто упал за борт или кто-то выкинул. Осколки этой амфоры выловили рыбаки. Ученые говорят, что благодаря таким находкам можно узнать о морской торговле в этих краях в античное время. Дело в том, что письменные источники о торговле на Черном море для разных периодов насыщенные, а для каких-то нет. Для античного периода мы имеем буквально один источник информации – это судебная тяжба, которая по случайности сохранилась. Она происходила в Афинах о том, что там какой-то товар с грузом был доставлен не так, как, скажем, это было заявлено. Скажем, для XVIII века мы имеем шикарничный торт от Шауля Пирсонеля с перечнем тех товаров, которые привозили из Челкесии и возили из Челкесии. Здесь информации много. В экспозиции также есть стенд, посвященный XIX веку. В планах не только сделать ее постоянной, но и расширить находками времен Великой Отечественной войны.